Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Ассамблея армян Западной Армении. Предложению Полу Гаван первому заместителю председателя комиссии ОБСЕ по беженцам, перемещенным лицам иммиграции. Лекция Филиппа Оланье «Важные памяти этногенеза». Уроженцы Западной Армении Ааси Ханчан. Вопросы армян в Западной Армении. Комитет министра Совета Европы проводит трехдневное заседание по мониторию исполнения решений ЕСПЧ. Презентация книги Люсиной Сайкян Амшем в армянских рукописях в переводе на русский в Сочи. Ассамблея армян Западной Армении. Госпожа председатель, уважаемые делегаты государств, в этом году исполняется 15 лет как Ассамблея армян Западной Армении и имеет честь быть аккредитованной для участия в сессиях Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. В первом выступлении я хотел бы поблагодарить вас и весь секретариат. Была проделана большая работа по подготовке сегодняшней дипломатической конференции по генетическим ресурсам. Поэтому хочу поблагодарить все государства, коренные народы, присутствующих лично и онлайн за приложенные усилия, чтобы в дипломатической конференции приняли участие как можно больше людей. Как вы знаете, уже более века Западная Армения и коренное армянское население после признания в 1920 году в качестве суверенного и независимого государства подвергаются геноциду и насильственному перемещению, территориальному разделу аннексии, без соблюдения международного права, незаконному присвоению генетических ресурсов, систематическому уничтожению культурного и нематериального наследия, насильственному обращению населения в другую веру, отрицанию существования соответствующих коренных народов, жертв геноцида, что имело катастрофические последствия для передачи традиционных знаний и культурного самовыражения. Несмотря на это, мы продолжаем существовать как коренная нация, так как мы родились на этой территории. Благодаря передаче наших сохранившихся традиционных знаний, культурных выражений, благодаря нашей юридической борьбе за отстанивание наших прав на защиту территориальной целостности в направлениях наших генетических ресурсов, исходя из этого в отношении Декларации о правах коренных народов и нашего права на самоподеление, хотел бы прежде всего поддержать и одобрить включение в статьи представленных текстов соответствующих носителей прав, то есть коренных народов. Также хочу отметить, что в результате незаконного присвоения генетических ресурсов и традиционных знаний коренные народы или нации после последствия геноцида, аннексии, оккупации и войны могут перестать быть носителями своих украденных законных прав. Поэтому очень важно работать над восстановлением соответствующих прав к непосредственно заинтересованным коренным народам, таким образом уважать защиту и жизненное пространство, территориальную целостность, которые де-факто и де-юре были признаны за коренными народами и нациями государства с момента создания структур и правовых систем. Спасибо госпожа председатель Армена Кабрамян, председатель Национального совета Западной Армении. Предложение по подготовке доклада «Свободный и безопасный доступ к Бердзорскому коридору». Европа, обращаясь к Бердзорскому коридору и другим вопросам, должна помнить, вопрос армян касается переживших геноцид и выживших под угрозой геноцида армянства, потерявшие свою территорию. Однозначно геноцид поставил задачу уничтожить нас полностью и слюбить с 1915 по 1923 год, в 1969 году, с 1988 по 1992 год, в 2016 году, с 2020 по 2023 год. Решение ситуации с Бердзорским и Латчевским коридором требует политических подходов. Коммунитарные решения еще больше усугубят проблему, способствуя углублению геноцида. Решение Бердзорского коридора должно быть путем применения санкций против Баку. Иначе каждое заявление – индульгенция и углубление блокады для Баку. Если въехать в Арцах или Бердзорский коридор нужно по прихоти Баку, значит принести армянство Арцаха в жертву бакинским армяноедам, как это сделано ЮНЕСКО в 2006 году, когда Баку запретил ЮНЕСКО посещать Нахичеван. То есть Европа просит разрешения у совершившего преступления против человечества, чтобы они позволили Европе предпринять шаги по предотвращению своих преступлений. Кто ответит, какова здесь логика? Европа не может предотвратить геноцида до тех пор, пока Европа на самом деле этого не захочет. Вопрос о праве человека на жизнь не может быть подчинен принципу территориальной целостности. Европа должна увидеть защиту армян Арцаха в основе защиты Бердзорского коридора. Бердзорский коридор должен вернуться к своему статусу до 27 сентября 2020 года. Ситуация, вызванная агрессией, ставит под сомнение всю концепцию защиты прав человека, ее международную подлинность. Европейские структуры своим присутствием могут помочь арцахским беженцам посетить родственников в республике Арцах. Содействуют осажденному Арцаху в решении проблемы электроэнергии, воды, топлива с применением новейших технологий. Привлечение миротворческих сил Франции, Китая, Индии и Ирана, Бердзорский коридор и Арцах. Европа должна применить принцип исправительного отключения, чтобы спасти Арцах и Арцахских армян от геноцида. Антиармянская политика геноцида преследует одну цель – уничтожить армянство на своем законном пространстве, изгнать армянство и завладеть родиной, территориями, ресурсами, истории и культуры армянства. На территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана, под угрозой находится армянское культурное наследие. Пакинские власти намеренно осуществляют культурный вандализ. Пытаются ликвидировать армянский след, уничтожают армянские памятники, представляют церкви как уддийские. Первые предложения международной структуры в лице ЮНЕСКО должны иметь доступ к оккупированным территориям, чтобы предотвратить культурный геноцид. Предложение второе. Бакинская власть, делая путь жизни непроходимой, в то же время доказывает, что сосуществование с ними арцахских армян невозможно. Мирный творческий армянин сегодня находится под постоянным прицелом вооруженных сил Баку. Агрессивное поведение Алиева показывает, что армянин не может жить в Арцахе и под азербайджанским административным правовым политическим контролем. Предложение. Международное сообщество должно попытаться считаться с фактом самопределения народа Арцаха, не рассматривать право человека на жизнь в контексте вопроса территориальной целостности. По инициативе Французского комитета памяти Брон во главе с эссеистом господином Филиппом Оланье состоялась конференция о важности памяти в государственном строительстве. Конференция, на которой присутствовали мэр города Брон Жереми Брео, президент комитета французский сувернир Брон Ив Пейсен, депутаты местного совета и многие другие деятели, состоялась в Броне в пятницу 2 июня 2023 года. Господин Оланье увлекается исторической памятью, вопросами передачи информации и историей геноцидов, также изучает права женщин и секуляризм, регулярно публикуется в восьми национальных журналах. В лекции в первой своем роде во Франции господин Оланье рассказал о работе по сохранению памяти на протяжении всей современной истории Франции. Господин Оланье подчеркнул, что долг памяти имеет несколько аспектов, в том числе, что он объединяет людей, является вежливостью по отношению к старшим и необходимым для передачи ценностей. В этом духе господин Оланье призвал общественность, в особенности молодое поколение, читать и использовать роман, созданный Жюлем Мишле. Господин Оланье настоял на важности воспитания памяти во Франции, важности передачи ценностей, подчеркивая при этом, что если стимул общего повествования исчезнет, каждый будет стремиться создать свой собственный национальный роман, что приведет к развитию индентитаризма. В связи с этим господин Оланье осудил современные тенденции вокизма и отмены культуры, которые стремятся полностью или частично отменить исторический факт, добавив, если нация плохо относится к своей истории, то она обречена на исчезновение. Конференция завершилась назидательной цитатой Жоржа Бернануса. Цивилизации смертные, цивилизации умирают как люди, и все же они не умирают как люди. Их разложение предшествует смерти, не следуя за нашей. В конце конференции министр иностранного дела Республики Западной Армении госпожа Лидия Маркусян, оценив высокий уровень конференции, подчеркнула, любая государственная структура неразрывно связана с долгом памяти, любое посягательство на эту память является посягательством на государственную структуру. Господин Сабун Куйфредди из Национального центра армейской памяти поблагодарил докладчика, отметив, как личная, так и семейная память, память об истории является универсальной и должна передаваться молодому поколению. Это память, которую нельзя забыть, так как повторение ошибок прошлого не преподносит нам никаких уроков. Господин Сабун Куйфредди говорил о тяжелом положении христиан Востока, в частности армян Арцаха, которым необходимо оказать поддержку, чтобы сохранить многовековую цивилизацию, культуру и традиции. Уроженцы Западной Армении Агаси Ханджан. О Ханджане сегодня известно немногим. Знают в основном по улице, в суматохе, переименование, которую почему-то не тронули. Вероятнее дело в том, что Аси Ханджана очень любили в Армении, но какая была гарантия, что его не полюбят больше Сталина? Судьба Ханджана была предопределена. Вестерн Армении ТВ обращает внимание на одного из самых противоречивых сынов Западной Армении, Агаси Ханджана. Агаси Ханджан родился в 1901 году в Ване. После Ливанской школы Еремян на родине Ханджан учится и заканчивает Ереванскую епархиальную школу и Чмядинскую семинарию, затем отправляется учиться в Москву, в Ленинграде переходит на партийную работу. В 1928 году, вернувшись, Ереван избирается вторым, далее в 1930 году первым секретарем ЦК Компартии Армении. Как свидетельствует Махари, Ханджан работал по 18 часов в день. Смерть великого армянина – темная история. Первая секретарем ЦК Компартии Армении Агаси Ханджан стал жертвой сталинского режима. Наряду с Ханджаном пострадали многие, в том числе мальчик из Еревана, которому не было 16. Об этом известно немногим. Полная статья о уходе из жизни Ханджана доступна на нашем сайте. На одной из башен цитадели крепости Даштадем неподалеку от города Таллинн можно увидеть арабскую надпись. Как отмечается в сексе, запись оставил один из последних сельджурских Амиров города Ани, шададский султан Ибн Махмуд Ибн Шавур в сентябре 1174 года. Запись Амира сообщает о строительстве и укреплении. В данном случае речь идет о некоторых реконструкциях крепостей, дополнительных укрепительных работах. Главная причина работ. В 1174 году армяно-грузинские войска захватили Ани и взяли в плен Шададян Шахан-Шах Амиру Ани. Султан, сын Шахан-Шаха, найдя убежище в Даштадеме, укрепил его. В 1176 году Ани был возвращен Шададяном. Султан переехал в Ани до окончательного освобождения города армянско-грузинскими войсками во главе Закарянов. После освобождения крепости Даштадем масштабные строительные работы были осуществлены грязями Закарян. Комитет министров Совета Европы проводит трехдневное заседание по мониторингу и исполнению решения Европейского суда по правам человека. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. Случаи, рекомендованные для детального изучения, касаются Армении, Азербайджана, Боснии, Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Италии, Молдовы, Северной Македонии, Польши, Румынии, России, Словении, Турции, Украины и Соединенного Королевства. Решения, принятые комитетом министров в ходе заседания 8 июня, будут опубликованы на сайте Совета Европы. Согласно статье 46 с Европейской конвенции о правах человека, решения Европейского суда по правам человека являются обязательными. Совет министров контролирует исполнение судебных решений на основе информации, предоставленной национальными органами, заявителями, Национальным институтом по правам человека и другими заинтересованными сторонниками. Правительство Западной Армении напоминает, заявления беженцев Шуши против бакинских властей, отправленные ЕСПЧ президентом правительства Западной Армении Армянаком Абрамяном, также находятся в производстве. Новые 10 заявлений поступят. В следующем месяце все заявления войдут в производство. 3 июня в городе Сочи состоялась презентация книги, приведенной на русский язык Амшен в армянских рукописях, изданной в 2019 году доцентом кафедры тюркологии ЕГУ, заведующей кафедрой армяно-османской отношений Института армян-оведческих исследований ЕГУ, кандидата филологических наук Люсине Саакян. В книге автор подвергает анализу рукописи, переписанные амшенскими писцами в XIII-XIV веках в провинции Амшен и других духовных центрах. Найденные в источниках уникальные факты сеть свидетельства дают возможность составить определенные представления о политической, духовной и культурной жизни губернии XIII-XVII веков, также о роде, занятии, населении, языковом статусе, народных верованиях. В русском переводе книги впервые была опубликована карта амшенских поселений XV-XVII веков. Исследование было проведено в рамках тем Института армян-оведческих исследований ЕГУ и Комитета науки Республики Армения. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Анны Майлян. Исследование Такими были новости на сегодня. Сегодня всем мира и добра!